Приходит в магазин покупатель и спрашивает у продавщицы, скажите, пожалуйста, у вас сахар есть? Она такая что-то молчит, молчит, он не отвечает, он такой подходит, короче, к ней сзади начинает, начинает раз в неё вошёл, два в неё вошёл, три в неё вошёл. Она такая, ах, 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 овощное-то! Любишь анекдоты? Подписывайся на канал. Заходит женщина домой, заходит, смотрит, а там муж, её муж и его друг, и один другого, значит, в попу. Эть, 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 эть. И она такая, чё такое, чё ты такое? Муж говорит, родная, родная, не поверишь, сейчас на охоте, были на охоте, змеища прям подползла, прям такая, ац, и друга моего прямо в член укусила. Она говорит, так надо было отсосать. Так это, с этого-то все и началось. У львов в цирке не в почете те львы, которые брали в рот голову Запашного. В собрании Александр Григорьевич рассматривает, значит, проблему дорог местных в Беларуси, в селе, и начинает, значит, вещать. Говорит, вот наши дороги никуда не годятся, все плохо. Я смотрел, дороги отвратительные. Отвратительные дороги. Везде, значит, такие камни, все неровное, все неудобное. Ездить вот тракторам вообще неудобно. Везде вот эти вот колдоебины. И помощник говорит, Александр Григорьевич, не колдоебины, а вы выбоины. Он говорит, и мне тут подсказывает, что кто-то был даже выебан на старой дороге. Это анекдот моей мамы, любимой. Я обычно так не матерюсь. Николай Иванович, а можно, пожалуйста, мне двух крепких студентов? Лидия Ивановна, а вам, наверное, что-то нужно перенести? Да, разлуку. Пиши в комментариях, как тебе видео. Два еврея поспорили, кто из них более жадный. И пошли в синагогу, значит, пожертвования, значит, смотритель синагоги. Один дает копейку, протягивает, и вот так на второго смотрит. И второй говорит, за двоих. Айнур Аминович, и почему вы сегодня такой грустный? Сын женится. А зачем грустить? У всех сыновья женятся. Как невесту звать-то? Андрей. А, ну да, не татарское имя. А что Андрей-то? Слаборная семья, значит, такая многодетная. Значит, они там всю жизнь душа в душу с женой прожили. И тут, значит, жена ему изменяет. У них там трагедия, развод. И он такой думает, блин, что же делать? Как же быть? Как же теперь вот жить? Как без секса, значит? Да. И, значит, и подходит к монастырю, значит, проходит мимо монастыря, и там табличка. Молодые монашки дадут вам за 20 долларов. И он думает, господи, это же как-то, ну, прям провидение. Вроде не в бордель, монастырь. Молодые монашки, интересно, что же это такое, значит. И он стучится ему, открывает такая взрослая, значит, престарелая монахиня. И говорит, проходите, не стесняйтесь. Вот, значит, вот видите, там в конце дверь. Вот в самом конце двери. Вы, значит, идете туда, раздеваетесь, ложитесь и ждете. Он такой, ну да. А деньги вперед, он, значит, отстегивает ей. Денег идет в конец, в конец, значит, коридора. Открывает дверь, оказывается на улице, а дверь за ним захлопывается. Он просто поворачивается, а там табличка. Поздравляем вас, вы, сестра Мария. Давным-давно, как раз у моего бывшего мужа был друг в Беларуси. Значит, он рассказывал историю, как он пошел с мамой в церковь, в храм. И, значит, он такой, ну, он такой был немножечко непутевый. И он такой зашел туда и говорит, мама, мама, а что? Она говорит, ну, пойди, поставь свечку, вот так поставь и что-то попроси. А он такой, мама, мама, а что, что? Ну, что делать, что? Мама, а что, что просить? Она такая смотрит на него и говорит, мозги себе проси. Ну, это реальная история. Учитель говорит детям, дорогие дети, а давайте сейчас сделаем гримасы и посмеемся. Все сделали гримасы и посмеялись, и учительница говорит, Машенька, уже можно не делать гримасы и не играть. А я не играла. Приехала пара, пара из Тагила отдыхать, значит, сняли... Пара из Тагила. Приехали отдыхать на юга, сняли бунгало, такое там, лесочек, джунгаля, океанчик, значит, и заходят они после завтрака домой, и, значит, видит, мышь пробегает, жена в истерике, верещит, там, забралась на антресоль, куда-то орет, и мышь понимает, что ему надо как-то, ну, позвонить, значит, на ресепшн, объяснить, чтобы они пришли, убили мышь, он не знает английского вообще, он звонит и говорит, как же это, как же, как же сказать им, как же объяснить? Do you know, Том и Джерри? Джерри is here! Ничего себе он не знает английский. Говорит, бабушка с внучкой встречается и говорит, внученька, ты пойми, что у тебя должна быть одна большая любовь на всю жизнь, одна, и ты должна ее беречь и никогда ей не изменять, ты должна провести ее сквозь всю свою жизнь, ты должна хранить ее верность. Бабушка, а у тебя была такая любовь? Да, моряки. Так, в принципе. Моряки. У Буратино сломалась нога, папа Карло приделал ему колесо и пошло-поехало. Бухово, значит, блондинка с утра к своему Бентли, и видишь, что у нее колесо проколало тайнотка. Ой, что же делать, что же делать? Звонил своему мужу, говорит, малыш, у меня тут колесо спустило. Он говорит, целиком? Нет, только внизу. Круто, круто, круто. Я просто суровая челябинская жена. А вы знаете, да, что женщина, что мне 38 лет? Вот клянусь тебе, я максимум 37 дал. Мы когда познакомились, было 36. Вот, и прошло два года. Да, и мне уже, мне с каждым годом один год добавляется. У нее дети в гротах, она еще преподаватель вообще. Я двое детей, я кандидат наук. Это все вообще не сочетается вот в такой тупой голове, как у меня. Я как бы не особо задумывалась, что я старею до одного момента, когда я реально поняла, что вот она старость пришла. Ну не томи, Наташа. Блин, я, короче, стою в магазине, стою в магазине, никого не трогаю. У меня тележка, там продукты какие-то. Я прям почувствовала, как у меня волосы вот так покрашиваются в этот цвет. И сзади какой-то 14-летний подонок говорит, женщина, у вас картошка упала. Женщина, блин. Я клянусь, я прям поворачиваюсь в слоу-мо, вот так вот поворачиваюсь. Хотела сказать, типа, какая я тебе женщина? Я твоя сексуальная фантазия. Придурок, блин. Снять тусы и на память ему подарить. Да, да, да. Прилепить на лоб. На тебе, щенок. Ну типа, думаю, сейчас я думаю, проучу, я думаю, сейчас я тебя с волота проучу малолетний. Я сейчас пойду, думаю, наклонюсь на картошку, типа, отниму, прогнусь, как боженька. А ты, сученыш, думаю, запоминать интернет. Ну ты ведьма краснова, конечно. Да блин, надо мстить этим подонкам. Согласен, сто процентов. Так, и? Пошла за картофелем, прогнулась реально, прямо как боженька, вот здесь вот прогиб. Развернись. Короче, вот так. Вот так, вот. Чтобы и тебе, чтобы, а у тебя жена, тебе нельзя. В камеру можно, Наташа. Короче, я прогнулась, схватила эту картошку и тут, и блин, тут как-то я начала распрямляться, меня как защемило, я реально, я не спрямляю. Я стою в этом, блин, в Ашане. За картошку, как супер. Месть накрылась, да? Как Лукашенко, держусь за эту картошку гребаную. И все. И этот бежит, типа, не надо, не надо, не вставайте. У меня резко не вставайте, у меня у бабушки такая же фигня. Добил тебя еще, да? Добил. Нравится анекдот шоу? Поставь лайк этому видео.